Звёздный приход с Юлией Завьяловой и Антоном Пискорским Мия делала аборт, без него, скорее всего, этого бы не было У меня 30 лет, я опытная женщина Есть ли у тебя друзья вообще в шоу-бизнесе? Звёздный приход День ЗП на РУ-ТВ с Юлией Завьяловой, Антоном Пискорским И Юлией Завьяловой, и Антоном Пискорским Мне понравилась эта рубка и попытка вначале вновь изобретать танец под нашу заставку Это было примерно так, потом Юля одумалась, встала и думала, начну так Короче, друзья, понедельник, выходные прошли, праздники у кого-то, может быть, прошли У кого-то, может быть, они продолжаются И знаете, есть люди, которые считают, что понедельник это всегда праздник Потому что ты идёшь на работу, ты там начинаешь новый жиль Встречаешь всё с коллегами, с друзьями, с одноклассниками В общем, кого-то ты встречаешь и... С артистами в ЗП С артистами в ЗП, давай вообще скажем, что такое ЗП ЗП — это звёздный приход, на самом деле, бля Сегодня он случается у всех зрителей телеканала РУ-ТВ У нас и у наших гостей, которым... Короче, сегодня праздники супер важные, вот прям мега важные Мне кажется, что их стоит обязательно отметить Запоминайте, важнейший день в истории человечества Сегодня отмечается день окарин, дудок и свистелок в своё удовольствие Теперь самое главное, что ж такое окарина Давайте разберёмся, я вам покажу, как выглядит этот музыкальный инструмент Это духовой инструмент, Юль, давай не будем врать, пожалуйста, зрителям Мы только вчера разобрались, что это такое В общем, сюда вы дуете, а, судя по всему, здесь что-то пальцами зажимаете, чтобы у вас получился звук Короче, на самом деле, я вчера тебе соврала, я знала, что это такое, потому что я даже с мамой в детстве из глины вот эти вот штуки делала, мастерила и свистела Я не знаю, что это окарин, небось там по вечерам Пока нет, но когда приезжаю домой к родителям, да В общем, следующий праздник У нас прекрасный, очень неожиданный праздник и звучит он как день жареной скорлупы Друзья, я не знаю, кто и когда придумал отмечать этот день, но всё-таки он существует с праздничком Антон, если ты не знал, то скорлупа, она вообще полезна, там кальций, там столько кальция В детстве, сегодня у меня какая-то ностальгия по детству, у нас жили курицы, и мы яичную скорлупу от куриц потом добавляли им в еду, чтобы они свои дальнейшие яйца, ну, как-то здоровее выпускали Хорошо, чтобы так вот всё заканчивалось Заканцовка куриц в природе, так сказать Юля, если я всё-таки пожаривала иногда, я так вот, нет-нет, да погрызу я скорлупу Следующий важнейший праздник, вообще благодаря которому, собственно, всё существует, всё, что у нас здесь вокруг Да, прям планета появилась благодаря этому Мы, артисты, блогеры Миллионники Да всё существует, друзья, благодаря этому дню В общем, сегодня без него никуда День интернета отмечается во всём мире 17 мая, забыла, хотела сказать, 17 августа 17 мая вот эти вот буковки ВВВ, это как раз-таки вот этот день сегодня отмечается Сейчас Юля блеснёт и скажет, как же эти ВВВ всё-таки расшифровываются А скажу, если ты написал как World Wide Web Вот так всё просто Ладно, у нас сейчас героиня, которая, ну, тоже появилась благодаря вот этим трем великим буковкам И им спасибо за то, что она теперь здесь У неё 1,1 миллиона подписчиков в Инстаграм, ну, то есть это миллион сто Ох ты мой кэп 6,7 миллионов подписчиков в ТикТоке и 2 миллиона подписчиков в Ютубе Там даже 2,020 миллиона подписчиков в Ютубе Друзья, в общем, самая синеволосая девушка нашего шоу-бизнеса, Мия Бойко сегодня в гостях Ю-ху! Привет! Присаживайся! Привет! Как дела? Всё отлично! Присаживайся! Всё, падает Это наш лакшери-диван А ты давно с синими волосами? Да, всю жизнь Ясненько А Карин и свистела к своё удовольствие Предлагаю сейчас его отметить и по очереди посвистеть Давайте Начинаем Ты умеешь свистеть? Да А ты? Нет, по кругу начнём Можно встать? Меня просто учили на речи свистеть Давайте встанем в ряд и будем по очереди свистеть на эту камеру Короче, я немножко теоретик, я расскажу, как нужно свистеть Нужно набирать воздух в живот и потом напрягаю вот эти тазовые мышцы верхнего таза Ну, давай ещё, от слов к делу, от теории к практике, Юлечка Сейчас ничего не получится Ветер какой-то, слышите? Ветер, ветер Ветер, надеюсь, отсюда Я чувствую, ветер зашёл Ну, допустим Что-то было довольствием Да, просто я свистеть не умею В смысле, ты чё? Ты шубасан Я учился всю жизнь, можно сказать, всё детство выстегал А как же в детстве, типа, эй, девчонка Ну, вот я без... Вот как бы первая часть только была Эй! Эй! А девчонки-то так и мне собственное свистение научил Вот! Сейчас попробую Давай! Девчонки! Следим! Сейчас! Эй! Девчонка! Эй! 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 Подожди, всё! Давай, последняя попытка Она вторая Я не могу, всё Нет, давай Давай, не покажешь Надежда на меня вся? Да, с надеждой на тебя Ну, я так, я не очень Не так заявила уж, давай Раз, цвета! Да, яблони и груши Да Защита Первое место не Второе место Юля И приз за волю к победе мне Ну вот, в общем, теперь можно начинать Мне кажется, у меня чуть-чуть тоже получилось Да, было чуть-чуть Ты пришла с премьерой клипа Ну, т.е. не так давно ты его запремьерила За три дня у тебя 4 миллиона просмотров Ага Это вчера это мы тестили Не за три дня Вчера тестили, ну, может, там было 4 с чем-то Да Тебе показывал 4 за три дня Ааа, ого, прикольно Говорят, что инфа соткает, что это твой самый дорогой, но самый короткий клип Так? Да Самый дорогой сколько он? Я не знаю, можно говорить? Мне кажется, уже можно Да можно, чего нет-то? Это ж честно заработанные деньги Вам-то, конечно, можно Такие Да, конечно, говори Ну, короче, он больше трех миллионов стоит Трех? Да Это как почти однушка в Подмосковье Да Чью продали? Ты дала за двухминутный клип Даже меньше, чем две минуты Там минуты сколько? 40, там 45, 50, 53 Не жалко тебе было отдавать столько денег? Ну, нет, знаете, просто у меня всегда же были вот эти клипы недорогие Там, Пикачу за 50 тысяч рублей мы сняли, а он столько собрал, ну, просмотров И я думаю, блин, ну вот у нас есть клипы уже такие недорогие, которые много собрали, но эмоции, ну, такие, знаешь, как будто бы легко полученные вот это вот, легко полученные просмотры Я просто сняла там за полчаса, ну, за час, выгрузила, потому что не было там времени и возможностей денег не было И оно столько набрало, я такая, блин, как бы хотелось сняться в крутом клипе с большой командой, с там, помощниками со всеми И вот тут у нас был Голубев, и он снял этот клип, там была огромная команда, мне дали личного своего этого ассистента на все время съемок Она за мной ходила там, мне чай приносила, печеньки, все организовывала, ну, короче, очень прикольно У тебя до этого не было такого человека? Нет, на съемках нет Сама ходила за печеньками? Да Остальная часть гонорара все-таки ушла на какую, на что, на твои образы их там немало или все-таки на оплату Голубева? Три образа там, но они не дешевые, потому что там коса шестиметровая такая толстая, ее заплетали, другие всякие классные темы, типа корон, трезубец Но я думаю, это все в сумме, как бы у нас огромная локация, павильон, аренда павильона, оплатить всех сотрудников, которые световики, не световики Мы даже их не знаем, сколько их там, я пришла и офигела, потому что очень много народу, которых никто никогда не видит Они за картинкой находятся Они просто платят, но их не видят Но без них этот клип не состоится, потому что каждый раз там были дяденьки, которые мне что-то скотчем заклеивали, куда мне становиться, что-то светили там, держали Вот это вот все, мне кажется, да Ну плюс у нас там еще были машины дорогие были, всякая вот эта вот декорация, радуга, на которой я сидела Это была такая радуга подвешенная на цепях, их потом стерли, и получилось, что я в небе на радуге А все снималось на фоне экрана большого, на котором вот эти видео менялись, и как будто бы я в разных мирах Ну вот смотри, есть такое поверье в шоу-бизнесе То есть если ты снимаешь там супер дорогой клип, то он какой-то там с спецэффектами, какие-то там вау, не знаю, трагедия, драма, что-нибудь еще У тебя он такой достаточно игровой, он все равно же ориентирован на тикток, на всю эту историю Ну на мой ютуб скорее ориентирован С песня зашла в тиктоке, там больше миллиона клипов на нее Следовательно, нужно сделать что-то тоже веселое для этой аудитории, которая также смотрит меня в ютубе Вот смотри, когда снимаешь клип, даже твои движения, вот они же как бы диктуют нам, чтобы это было в тиктоке Вначале это такая задача у тебя была Сейчас без этого вообще никуда? Нет, можно, конечно же, зависит от песни То есть если она зашла у меня уже в тиктоке, то естественно я клип снимаю с движениями из тиктока, чтобы все такие, ой-о, песня из тиктока А если песня у меня серьезная какая-то, ну либо просто там для радио, родильная, да, стриминговая, и она не рассчитана на тикток, то, конечно, я там вот эти вот все движения не буду делать Ну хорошо, тренды ты знаешь, ты часто их не только знаешь, но и задаешь, поэтому сейчас у нас игра номер один Хотим проверить, насколько хорошо ты знаешь тренды тиктока и что вообще с ними надо делать Так, ну давайте проверим, в последнее время я особо не ориентируюсь Все будет просто, для начала я поверну наш чутый экран, мы тебе включаем сначала трек, ты его слушаешь и должна показать нам какой-то тренд Что в тиктоке поднимать? Потом уже сравним с оригиналом и поймем, как это будет Окей, ну я не знаю Давайте встанем, что же мы сидим? Да давайте встанем Что же мы сидим? На тиктоке же говорим, что здесь сидим вообще нельзя Да, тиктоке только что, либо никак Готово? Да Итак, музыка, Леонид Показать вижу, что ты не очень знаешь, что это тренд На, ну давайте Давайте сделаем Давайте сделаем Ну давайте, да Врубай Куда смотреть? На какую камеру? На третью? На первую, на первую, Мия, вот сюда Так, окей Ну будем сейчас думать из головы Ну типа, я не знаю Включайте Как это выглядит в оригинале Итак А, умка Ну да, похоже Чуть-чуть похоже Повсюду я сделала Круто, я тоже сделала То есть, получается, фактически сейчас мы разгадываем Да я почти все придумала Подожди, это как ребус получается, это какой-то словарь тиктока То есть ты говоришь, а, правильно, мы вот класс, показали там еще что-то Ну, ну да Любят, любят, любят Лайки Наоборот, такой язык типа Да, лайки Повсюду Повсюду я сделала, повсюду Ну и почти все правильно, кроме умка Вот это вот надо было по-другому Следующий, давай, трек На первую, послушаем Послушаем А, вы все слышали, да, я поняла Хорошо Это бабич Да, я знаю Да, давайте Я сейчас придумаю Все, готово? Бро, если у тебя еще нет тренда, сейчас я тебе его придумаю бесплатно Это Мия Бойко Давайте Ну что-то такое Так, умка и бабки чем отличаются? Вот ты показывала так же умка была и бабки Ну это у них умка, я умку по-другому Я вот так показывала умку, а у них умка вот такая Посмотрим, что в этом тренде Аня Покров придумала Ну Анютка круто придумывает А, ну вот, да Вот это не было А, ну да, вот так вот Чуть-чуть активнее бабки Да, да, да Бабки Ну Анютка танцует, танцует круто Она всегда так Так, давайте Следующий тренд Леонид, врубай Да, только я не знаю тренд Ну давайте все Трек знаешь, это уже хорошо Можно сейчас, да, подумать логически Типа Ну давайте, включайте Я не знаю, я вам «доль ночных дорог» по-другому не показала Я не знаю, тут, честно, тренд Итак, смотрим Песня прикольная Тренд Там какой-то танец с нами Ну да Ну да Ну это танцы Ну и вот сейчас мы тебе дадим совсем простой тренд Я думаю, ты его знаешь по первым нотам угадаешь Леонид Должно меняться лицо Должно меняться лицо Для этого я тебе свой телефон Давай Все, сначала, Леонид, включай Не, не, включай, Лень Тут должен быть звук Здесь будет звук Ты сделал инверсию? Да, это инверсия Боже, какие слова вы говорите, друзья Я немножко так далека от тиктока, мне кажется Легендарный момент Снимается тикток На телеканале Все, Мия в своей тарелке себя чувствует абсолютно точно Че Антон там? Что в наших старческих делах происходит? Супер, Мия Звони Друзья Смотрите Присаживайся Смотрите Этот тикток Вы можете увидеть у нас в официальном нашем тиктоке телеканала РУ-ТВ Он будет там А специально от Мии Бойки для вас Звездный приход Тебя называют кто-нибудь Маши? Тебя же Машу зовут, да? Нет, я Мия, меня только так называют А родители? Родители Мия, конечно же, меня зовут Мия Мия Николаевна Бойко Причем у моего папы день рождения будет совсем скоро, 22 мая С днем рождения, папа Николаевна Я иду, потому что я буду на РУ-ТВ на премии Ты так сказала? Претензия такая Потому что у папы день рождения, 22 года Так бери папу с собой Он в деревне, далеко, 900 километров Ну, папа... Ну, я сразу после премии к нему вылетаю Я уже извинилась И я прям сразу, как закончится, я туда сразу двину Это первый день рождения, который ты пропускаешь папе? Да Первый Обычно я всегда, да, приезжаю, поздравляю А подарок уже выбрала папе? Да Мы хотим бассейн подарить Надувной или будете выкапывать там? Ну, нет, этот, который каркасный А-а Но это сестра моя придумала Я не знаю, типа, как это мы воплотим Потому что он очень много весит Он очень много стоит Что немаловажно А вот это что клип сняли, хочется заметить Да И мы, как бы, ну, не на нулях, но А в семье вот эта вот финансовая ответственность сейчас на тебе лежит? Ну, вот я-то... На самом деле, нет Как сказать? Родители не нуждаются в моих... Им приятно, ну, я присылаю Но это не так выглядит, что если я не пришлю деньги, то... Ты на мне дочь Они выживут Нет, то они не выживут Они работают Папа предпринимателем Мама ему помогает И они все детство мое И вот столько лет, сколько я себя помню Они всегда зарабатывали нормально, чтобы нас там прокормить Ну, не супер, мы там жили богато Но у нас все было Вот И сейчас, как бы, я понимаю, что Мне очень хочется снять с родителей Вот эту ответственность работать Но если я это сделаю, им будет неинтересно У них остались еще другие дети, которые младше меня И они работают для того, чтобы их обеспечивать И если у них отнять вот эту вот занятость То им станет скучно Они, типа, всю жизнь свою работают И им странно будет А кто-то, по-моему, приходил То ли Валя Карнавал, то ли кто-то еще Он говорит, я свою маму забрала Она была к себе в команду Забрала? Ну, она работала, что-то делала Она говорит, я просто говорю, мам, работай на меня Вот, будь моим там директором, помощником И все Если Валя одна в семье, то это нормально Если мама у нее одна А у меня в семье пять детей И если я заберу маму, то остальные останутся без мамы Просто Так себе, братские, сестринские чувства Так себе, да Ладно, один папа Николай будет ждать свой бассейн Другой у тебя есть, ну, практически названный папа Батя, как ты его называешь? Батя Текила Батя Что его стало, может быть, больше в твоей жизни В твоей медийной жизни такой Открытой, чем было раньше Ну, сначала меня было очень много в его жизни Когда он мне помогал подняться Меня было чересчур много То есть он прям меня везде, везде показывал Хотя людям, может быть, сначала это было неинтересно И не надо вовсе Потому что меня никто не знал Вот, а сейчас, ну, на клипе я постоянно была в кадре А влог нужно снимать Про то, как снимался клип И я не успевала И поэтому Саша приехал и реально классно все Помог мне организовать этот влог Если бы его не было, то влог таким целостным бы не получился Потому что Саша здесь принял на себя роль Вот этого модератора процесса всего вообще Всего процесса, который был Он как раз говорил там в Бактейде, что ему нечем заняться Хочет чем-то заняться Да, 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 вот Вот смотри, ты говоришь, что когда ты поднимался Он тебе очень помогал Нет ощущения, что сейчас яйцо переросло к курице Смотря в чем Просто сегодня день жареный с корупой Да, раз сегодня день День скорлупы Вот так вот мы все это завели Что в плане популярности, известности, количества просмотров в ютюбе У каждого проекта, у каждого артиста есть свой вот этот вот цикл, когда идет рост, потом взлет, потом там он держится какое-то время, а потом потихоньку на спад идет Саша в шоу-бизнесе уже 10 лет Те, с кем он начинал, про них уже давным-давно никто не слышит Это их единицы, кто сохранились То есть для его 10-летнего стажа опыта вот этого быть артистом, его сейчас очень хорошо знают, но он на слуху То, что у него сейчас таких охватов нет, как у меня в ютюбе, ну так ему и не надо, потому что он не выпускает детские песни Если бы он выпускал детские песни, у него тоже были бы охваты, но он уже 10 лет в этом, ему уже, мягко говоря, надоело Он уже все попробовал, все получилось у него, все случилось Это мне интересно, я вот так вот туда и туда хочу, и в кино хочу, и давайте мне еще на шоу, и еще на какое-нибудь шоу, где нужно тараканов есть То есть он смотрит на меня, он смотрит на меня, Мия, ну зачем, ну ладно, говорит, я понимаю, я-то это все прошел Поэтому он рад за меня, он рад и говорит, даже если ты станешь популярнее, станешь более медийной, у тебя будет больше прослушиваний, я только рад буду Это его заслуга в том числе Но он же на этом тоже зарабатывает Это даже не в том плане, что он зарабатывает, а это его заслуга, потому что без него, скорее всего, этого бы не было Короче, Саша Текила, продюсер, галочку ставим Конечно, конечно Классный чувак Но помимо этого, вам часто же приписывают какие-то роман с ним приписывают Ну это вред полный, я угораю В каждом интервью, реально Ну да, ну да, я не знаю, просто мне кажется, не к чему прикопаться, потому что у меня такая достаточно чистая репутация Ну не достаточно, а реально чистая репутация, да, ко мне вообще не прикопаешься Ни за что абсолютно И они тут недавно еще вкинули Мия делала аборт Я такая, че, вы угораете? Да, вы че, шутите? Ну это вред Слушай, ну у нас с Антоном, например, такая история То есть нам тоже все время приписывают, что у нас отношения, любовь, там живем вместе И при этом бывают реально такие ситуации, когда ты думаешь, блин, ну а как объяснить людям, что это не так? Потому что всех факты указывают на то, что да, мы там вместе, мы вместе куда-то поехали, мы вместе откуда-то приехали У вас была какая-то ситуация, когда ты понимала, что ну вот все выглядит так, как будто реально там роман, реально что-то еще А не докажешь прессе, что это просто там совпадение Не, ну туры совместные, когда мы, вот у нас был тур до карантина, мы по Европе обкатали немножко Европу вместе У нас были концерты совместные, потом мы немного обкатали Россию, там Екатеринбург, Краснодар, вот эти вот города Челябинск и да, мы все время находились вместе Ну мы в разных номерах жили, конечно же Это у Саши жена есть Мы помним Я с ней дружу очень хорошо, у нас классные отношения, да, вообще, типа, я даже не смотрела никогда в эту сторону Потому что я для себя приняла такое правило, никогда не смотреть на женатого мужчину Потому что это просто очень неплохой камень-фундамент уводить уже занятого человека из семьи Потом у тебя точно так же кто-то увидел, все возвращается в этом мире Поэтому думать, что вот сейчас он уйдет от нее, придет ко мне, у нас будет идиллия, нифига подобного Да, проходит время, он находит молодую С сознанием дела Я, у меня 30 лет, я опытная женщина, в конце концов А, прикольно, ну ты знаешь, понимаешь, да, понимаешь, да, о чем я говорю? Она понимает, ну, очень понимает Я не в курсе, я не в курсе, я не в курсе, что ты там понимаешь Я к тому, что ты, если старше меня, то ты, наверное, как бы согласна со мной Антон, исключительно с высоты своего просто возраста, я так говорю Юлечка, мы уважаем твой возраст Жаркая дискуссия переросла в клип «Лепесток», он вышел недавно До Нового года, в декабре вышел Но снимался он долго, почти полгода, потому что мы снимали летом и зимой часть И потому что «Лепесток» через Запад-Новосток мы хотели типа показать, что он сезонный все облетает Какой сезонный клип То есть, как делают люди в кино? Они, например, сыпят пенопласт летом, когда жара и делают вид, что это зима, например, как там елки снимали, еще что-то Реально? А елки так снимали? Да, они снимали в жарком Питере, там плюс тридцати и пенопласт сыпали Офигеть Просто детские мечты Я думала, ждут зиму, там, покупают вот это вот Хорошо, а если бы хотели показать смену столетий, например, в видео Кто-то заржал Это наш Гиморик Это наш столетний голос Он просто ждет смену столетий, чтобы снять У него как раз уже этот переходный этапчик Это не слышно, там, ну пипец, он заржал Это даже зрители слышат, тебе больше скажут В общем, заговорили бы мы об исторических фактах Да, смотри, с текилой разобрались, есть ли у тебя друзья вообще в шоу-бизнесе? С кем ты прям дружишь? Такое слово опасненькое Тебя смущает слово друзья или шоу-бизнес? Дружба и шоу-бизнес, вот два сочетания Все-таки ты сторонник того, что там этот клубок змей Да, но есть как бы... Как-то прямо... Ну, нет, ну, 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 да Тебя кидали, предавали в шоу-бизнесе? Два года Дима, можно не смеяться? Дима, можно громко тогда, чтобы смеяться? Это очень смешно Все, наверное, да ученый ржет Ребят, если вдруг зрители кто-то не слышат, у нас сегодня очень хорошее настроение у режиссера Он просто очень громко смеется Так, клубок змей, да? Нет, я изначально, я доверчивая, я прихожу, давайте дружить Кто-то такой, раз тебе, и разослал сплетню всем какую-то Либо там что-то сказал, либо я узнаю, что этот человек за спиной там говорит что-то плохое Я в хороших отношениях стараюсь быть со всеми Но назвать их друзьями прям я не могу Дождите, то есть вот и в новой школе шоу-бизнеса такое есть? Так, это зависит не от новой и старой школы Это зависит от самого человека От его воспитания, от его Есть он в нем говнецо или его нету Понимаешь? Ну, типа, как и в старом шоу-бизнесе есть такие люди Там вообще, когда лезть не хочу Так и в новом, ну, такие все Йоу, салют, мэн, как дела? А потом, да Получай Да А в шоу-бизнес тебе прям совсем не хочется в тот? Нет, нет, нет А почему многие тиктокеры сейчас, это молодые артисты говорят А я знаю Я знаю, я не пойду туда, мне не нравится Я даже не хочу взрослеть, чтобы туда попасть, в эту ступеньку Я готова, чтобы те, кто сейчас, артисты со мной новенькие, выросли И стали вот этим вот новым поколением шоу-бизнеса Но туда идти я не хочу Ладно Там какое-то прям лицемерие, лютое прям Звездный приход Мы обсуждали недавно с Бородиной, да, вот эту историю с Валей Карнавал, с Ларисой Долиной Ты говоришь, что ты по большей части за Валю В чем ты согласна с Долиной? В том, что если ты претендуешь, ну, как я думаю Я вот послушала весь этот диалог И для меня, ну, для себя я выразила такую позицию Что если ты претендуешь на звание А-артиста, топового артиста, да, в России То, конечно, круто, хотя бы в России То, конечно, круто, когда ты поешь вживую, да, к примеру И круто поешь Потому что все равно есть разница, когда человек выходит и открывает рот под фонограмму И когда он, к примеру, как Джонни, выходит и вживую может так спеть, что все просто в шоке Это А-артист Если у человека есть медийская популярность Его любят подписчики, и он для них это делает И они любят И он там подтюнил голос И это хорошо звучит Реально, в обработке хорошо звучит Почему нельзя это делать? Здесь я заметила очень тонкую грань того, что артисты взрослые Из старого шоу-бизнеса Чувствуют некую обиду И то, что их якобы подсидели Молодые, что начинают выплескивать на них вот этот негатив Хотя, с другой стороны, мы на вас смотрели в детстве Вы сейчас для нас все равно кто-то Какой-то пример Мы за то, чтобы с вами дружить Потому что вы взрослые Я смотрела, я Полину Гагарину, а не Лорак там Все детство я их слушала и повторяла за ними Пела их песни в школе на день учителя и тому подобное И многие артисты из старого шоу-бизнеса поняли И начали дружить с молодыми Типа, красава, молодец, респект, давай совместку Мы такие, да, без проблем, давайте совместку Мы готовы взаимодействовать Вы же были нашими, типа, путеводителями Мы за вами, мы как бы выросли на вас А другие чувствуют, что их подсидели Начинают негативить Но это очень плохая дорожка Потому что всему приходит свой срок годности Они уже становятся неактуальными И если они не будут дружить с молодыми Их просто тупо захейтят Они никому не нужны будут А к слову об образовании По-моему, я сегодня читала, что у Меладзе, например, тоже нет музыкального образования Но при этом он вообще очень круто У меня нет его У тебя вот хотел спросить Нет, у Джонни нет его Оно нужно? Ну, если ты не чувствуешь, что тебе нужно Конечно, лучше развиваться Вот я сейчас хочу пойти на вокал Потому что я чувствую, что для тех песен, которые я хочу петь в будущем Мне нужно развивать свои вокальные данные Для тех, которые я сейчас пою, у меня их предостаточно Я выхожу, пою вживую практически везде За исключением тех телеканалов, где нужно петь под плюс Чтобы все там четенько звучало Вот, поэтому, конечно, образование это нужно И, в первую очередь, под потребность твою Если тебе надо, то да Если ты считаешь, что тебе не надо, то заставлять не нужно человека Давай, у нас есть экспресс-тест по знанию истории российского шоу-бизнеса Да, мы чуть упростим тебе задачу Будут варианты ответа Готово Если, кстати, ты меня отгадываешь, то у нас припасены для тебя задания Спасибо, что не шокер Везде прихожу, меня обвинут шокером Спасибо, что у нас нет шокера Какая милая традиция у тебя уже появилась Да вообще Мы будем просто бить Все руки уже избиты Так Давай, погнали быстренько Кто такая Каролина Куёк? Ани Лорак, Асти, Евопольна, Анивар Там, кстати, еще вопрос, куек или куек? Куек или куек? Думаю, что это Ани Лорак Потому что я знаю, что Ани Лорак перевернула свое имя, чтобы сделать его псевдонимом И это правильный ответ А Лорак перевернула вообще ее жизнь, мне кажется Полностью Так, кто из этих артистов на самом деле выступает под псевдонимом? Дима Монатик, Иван Дорн, Сергей Лазарев или Макс Барских? Чье имя не настоящее? Кто наводумывался этот имен? Кто у нас? Еще раз Дима Монатик, Иван Дорн, Сергей Лазарев, Макс Барских Думаю, что такой фамилии в России нету, как Дорн или в Украине Дорн Напоминаю, что у нас есть задание Да, я понимаю, но мне кажется, что Иван Дорн Зовут как-нибудь его, типа, Григорий, там, Бойко Потому что он из Украины, я не знаю, но мне кажется, что он у него псевдоним Окей, давай, тяни задание, потому что это неправильный ответ А кто Лазарев? На самом деле, Макс Барских Это псевдоним, потому что его зовут Николай Бортник Что? Нет, такое имя ему точно не подходит Он тоже так подумал в какой-то момент Снять тикток на дорожке премии Рутева Ну, так как премия еще не наступила Это задание, так сказать, пролонгированное на будущее Да, конечно же, я сниму В общем, с тебя обязательно, прямо на дорожке, прямо тикток Конечно же, я сниму тикток И не один, я думаю Давай Какую певицу чаще всего номинировали на премии телеканала РУ-ТВ? Ёлка, Вера Брежнева, Мия Бойко, Лобода У меня уж точно Так, одна отпадает Да, это три теперь у нас Ёлка, Вера Брежнева, Лобода Ёлка, Вера Брежнева, Лобода Тогда подумаем, кто из них дольше всего Вот в стольном плане Ёлкушка, Ёлочка, Ёлочка, Ёлка Я ее слушала в детстве Она давно Думаешь, это она? Ну, блин Я не знаю эти все темы, мутки Это весь взрослый шоу-бизнес Ну да Эти все премии Так, давай, ответ Давай гадать Ева Польна, Боже мой Ёлка, Вера Брежнева, Лобода Времени нет гадать, ответ Брежнева Не знаю, зачем я это сказала Я не знаю Мы тоже не знаем Ладно, давайте Ёлка А? Ёлка? Ну, Ёлка, но она давно Она составила Вера Ёлка, Вера Ёлка Ёлка Хорошо Ёлка, правильный ответ Конечно же, что ж это я Ёлка Следующий Идюля Так, сколько лет премии телеканала РУ-ТВ? 8, 10, 9, 11 В этом году вот мы отмечаем 8, 9, 10, 11 Наверняка смотрела наши рекламы Там была римская цифра Наверняка Она была красивая Да Да, симпатичная такая Короче, я просто во время эфира уже придумала аналогию с этой историей Вот, есть премия РУ-ТВ Есть текила Сопоставьте эти два факта Ты текила А, то, что я говорила вам сегодня 10? Это правильный ответ, да Юбилей Красивая, да, цифра Итак, все тут вопрос Вообще, мы в дебри уходим Самая популярная песня 2010 года Тебе было 13, правильно? Ты 97-го года тебе было 13? Нет, мне сейчас 18 лет Я была очень маленькой тогда Ну, в общем, ты в любом случае слушала песни? Да, но мне не разрешали слушать песни Это приличная песня А, да Давай Самая популярная песня 2010-го года Нюша выбирает чудо Вера Брежнева Любовь спасет мир Филипп Киркоров Цвет настроения синий Дима Билан Я просто люблю тебя Точно не цвет настроения синий Это было позже Да Я просто, вот, я просто люблю тебя Такая она Вообще, на самом деле, когда я узнал правильный ответ Я очень удивился Она, наверное, не самая популярная, я думаю Наверное Какая больше всего прослушалась? Из первых двух нужно выбирать Выбирать чудо Нюша Любовь спасет мир Вера Брежнева Я думаю, что Любовь спасет мир Ну, для меня Эта песня Вот Да, она очень крутая Ну, она реально крутая Разрешали ее слушать Жила-была девочка, да? Да Мелдистые косы Любила вырос Насветет Короче, выбираем вариант Веру Ну, чудо тоже достойная была песня Смотри, скажу тебе так Они две были как раз-таки Ну, примерно Впереди, в топе Обе эти песни занимали лидирующие позиции Но одна Мне кажется, я тут наворотила и еще хуже сделала Почему? Ну, например, Дима Билан, он в конце был Дима, да Так мы его уже списали Нет, Диму я... Диму, да Мне кажется, первые две Смотри, Вера сегодня два раза в выборе Угу Ну, давай, давай, давай Что? Вера Брежнева или Нюша выбирает чудо Самая популярная песня А они эти две песни Десятого года Да Ну, я сейчас на самом деле думаю о том Что Нюша была очень на хайпе Тогда Если так можно назвать Да это ты думала, что про песни Веры Брежневой Что она тоже была очень популярная Вера, да Ну, Вера очень популярная Нет, ты не думая Нет, подождите Я сейчас анализирую Нет, я анализирую Потому что, типа, в школе Девочки все мне постоянно Нюшу преподносили Куда преподносили В жертву Ну да, типа Преподношение Типа, вот Нюша, слушай Нюшу Мы слушаем Нюшу, это круто Слушать Нюшу, это прикольно А ты слушала Веру Брежнева А про Веру так не говорили Ну, потому что мы девочки Но все слушали Веру украдкой дома Ну да, ну там дома у родителей Ну, не у моих, а там у тети, у дяди Ну, наверное, все-таки Нюша тогда Ты думаешь, Нюша будет? Ну да, ну, либо Вера Я не знаю, короче, либо Нюша, либо Вера Ой, друзья, я уже устала Давай, в общем Нюша Нюша Тяни, это неправильно Тяни карточку, это неправильно Вера Брежнева Ну, я была права Нет, ты сказала Нюша Ну, я изначально сказала Вера Брежнева Поэтому я говорю, что нужно слушать Вот какую-то свою чутку Сердце свое Сердце, любовь, посетив А не пиарщицу, которая там сидит И неправильно тебе уже Два раза подсказывает Ой-ой-ой, кого-то сегодня умолчат Выложить наше совместное фото Со всеми ават С отметками к себе в сториз Ну, вы, конечно, зря возможность не теряете А мы такие А ты смотри, вот, видишь, одна пиарщица косячит А мы-то пиар какой-то Да, на косяках других, ладно Так, ну, сделаем фотку потом Сделаем Вопрос от бывших Да, у нас есть еще одна рубрика Вопрос от бывших Она называется Перед тобой у нас в гостях были Артика Асти Так Они не знали, что сегодня в гости придешь ты Они написали тебе вопрос Можно сказать, не глядя Я надеюсь, что они приличные Я с ними знакома Мы тоже надеемся Вот и посмотрим на эту дружбу Что делает Артик, пока Асти поет? Ест Это просто прикол ТикТока Что Артик ест, пока Асти поет Чтобы потом вставить свои две строчки Так, что там еще? Я их очень люблю Просто это реально Особенно на премии выступления Асти там стоит на столе Знаешь, все отлично Артик такой Зато не голодный подошел к работе Просто пол песни Потом встал, зачитал Асти микрофон Выпнула его И он дальше сидит за столом И вопрос номер два Какое название ты бы придумала Для нашего следующего альбома? Так, значит, был у них какой? У них много альбомов было бы А, я знаю Я знаю название альбома Говори Поделись же с нами И даже если он сейчас молчит Как там? Ну блин, это жестко Это жестко Если это без мата, то ты можешь Размата Давай Разведенка, но все еще впереди Вопросики к Асти сейчас не будут Это не про Асти Это просто про песни, которые Вот у Асти такие все песни Знаете, у них типа там Вот Про любовь Туда-сюда Бросили и расстались Держись Подруга, все в порядке Вот это вот туда А потом в клипе подставляют эту подругу Такая слушают, сколько женщин Да Актуальная тема Так, и вот теперь тебя ждет та же участь Тебе нужно написать вопрос Мы тебе не скажем, кто будет следующим гостем Ой Постарайся без мата, пожалуйста А, я не матерюсь Так Итак, мы тем временем в Сиуле должны Подвести итоги конкурса Давай, зачитай В прошлый раз мы должны были, дорогие зрители Предложить вариант Чем же должен заниматься Артик На премии телеканала РУ-ТВ Пока Асти поет Вариантов было много Но выбрали мы в Сиуле вот такой вариант Болтаева Жанна написала его Спускается в зрительный зал И собирает цветы для Асти Лучше б деньги Я б так сделала Да, я думаю, что они деньги и так собирают неплохие И Артик и Асти Вот, Жанна, вы получаете два билета От телеканала РУ-ТВ На премию телеканала РУ-ТВ Как мы выяснили, на десятую премию, собственно Али, да Там мы и увидимся с вами, со всеми вместе Посмотрим на классных артистов Узнаем имена победителей Мия так усердно пишет вопрос Вот если сейчас Милу спеет написать вопрос Мы зададим еще один Кавер Да, из нашего списка вопросов У нас есть вопросы от зрителей важные Три вопроса, которые, знаете Когда остается еще немного времени до конца эфира У нас так, опачки И вот этот каверзный вопрос А Мия сейчас будет специально писать это долго Козырь в рукаве Все, друзья, время прямого эфира у нас закончилось Мия Бойко Мия, ты можешь попрощаться Мия, можешь попрощаться Мия Бойко, сегодня была она в гостях Мия, спасибо тебе за твои улыбки и шуточки Спасибо, всем люблю Не настроила Голос Друзья, это был Звездный приход Юлия Завьялова Антон Пискорский Мия Бойко Звездный приход С Юлией Завьяловой И Антоном Пискорским